всех приветствую на канале опальный машинист сегодня будет такой гайд видео по запуску электровоза vl-10 к вот вы его сейчас наблюдаете это 0 1075 vl-10 к и вы его будем запускать часть первая запуск электровоза заходим в кабину попадаем машинное помещение но может не в лифте живем давайте закроем дверь и первым чему обращаемся это к рубильнику аккумуляторные батареи включаем его и включаем тумблер батарея первой секции вот сейчас наводимся на него включился все идем дальше включим питание клуба откроем краны чтобы зарядить резервуар фантографов это кран сто тринадцатый сто пятнадцатый и сто четырнадцатый открываем их вот эту рынку забыл здесь еще панель включим на этой панели 5 автоматов включение бва такая ллк здесь на 10 ампер резистов рк уп на 10 ампер и по системе многих единиц на 5 ампер автомат азы вышки есть также рядом блок еще двух автоматов это эпатажки при работе с пассажирскими вагонами а посередине третий автомат мы не трогаем это на аварийный режим сейчас мы наблюдаем то что в манометр резервуара токоприемников накачивается вспомогательным генератором и когда он накачается блок который находится над ним синенький он выключится и такие же действия будем повторять в секции 2 а сейчас идем в кабину и там включим панель автоматов над кодом здесь мы включаем группу автоматов по освещению левый правый буферные фонари освещение кабины освещение ходовой части измерительные приборы прожектор приборы и ну и не забываем клуб два автомата а вот крылу будем включать только на той секции на которые собираемся ехать не забываем отпустить ручной тормоз это все кнопочку ее б ию затянуть отпустить тормоз ну а здесь мы включим подсветочку вот так чтобы кабинка не выглядела такой же грустный она прорисована классно сделано очень хорошая прописка дилейлов и целом очень приятно такой анимированный кабине кататься продолжим здесь повторяем все те же самые действия что мы делали на первой секции включаем аккумуляторной батареи включаем тумблер батареи включаем фильтры и опять забыл панель автоматов здесь тоже включаем 5 автоматов 1 2 4 5 и 6 переходим обратно к кранам включаем краны 113 115 и 140 мы наблюдаем наполнение резервуара только приемников здесь уже наполнился резервуар и блок находящийся над манометром он выключился давление достигает 5 атмосфер ну то бишь это 5 килограмм силы на сантиметр квадрат щит я забыл в этой камине снилось да не вроде все кучи возвращаемся в кабину а первую нашу и здесь тоже на панели автоматов проделаем такие же действия включаем автоматы буферных радиостанцию буферные фонари освещение кабины освещение ходовой части прожектор измерительные приборы кондиционер включаете по желанию ну кто хочет клуб первый клуб второй ну и соответственно надо включить автомат к и у из него говорится нам будет проблемно работать так займем собственно место машиниста это наблюдаем кабину включаем ключ ключ и пока 150 и ну и соответственно нужно активировать клуб клуб активируется нажатием кнопки п и соответственно при выставлении признаки правильности он спрашивает номер пути вы отвечаете 1 ставите стрелочку вверх и еще раз на 1 можете конечно попробовать мацать другие кнопки но в отличие от трайнза не так уж хорошо он анимирован но это наверное все в будущем когда выйдет кабина с полностью анимированным клубом включаем дисплей управления на дисплее находится две кнопки включить сигнальный дисплей и рядышком с ним выключить сигнальный дисплей сигнальный дисплей загорелся показывая нам первую и вторую секции теперь мы можем уже приступить к подъему токоприемников включаем тумблер общий токоприемников и соответственно второй подняем на поднятие токоприемников мы видим что стрелка манометра амперметра вольтметра кило вольтметра правильно сказать поднялась соответственно у нас токоприемники подняты и мы можем приступить к замыканию бывая на пульте появляется надпись бывая и надо произвести возврат было нажав кнопку рядышком вот эту красненькую находящийся при этом надпись бв должна погаснуть на пульте может случиться такое что вы вроде бы звук слышали вот как сейчас но бы вы не отключилась не включилась чему приведет вы начнете дальше включать а у вас не работает ни компрессор не не вентилятор ничего обратите обращайте на это внимание пока не погаснет жмите на эту кнопку ну и соответственно продолжаем дальше включаем компрессор включаем преобразователь включаем вентилятор на низкую скорость мы видим что начинает главный резервуар наполняться воздухом стрелка манометра главного резервуара начинает расти продолжаем будем заряжать тормоза открываем вставляем ручку в блокировочное устройство и поворачиваем ее вниз тем самым разблокируем блокировочное устройство переводя ручку 395 крана в положение зарядное а потом в поездное кому как нравится можете поставить зарядное зарядное зарядить до зарядного давления потом поставить в поездное это на ваше усмотрение мы видим что давление начинает расти тормозной магистрали в уравнительном резервуаре соответственно зарядка идет включим для удобства на пульте освещение ну и сигнализируем в локомотив с тумблерами буферных фонарей немножко здесь накладно переключаться не порой не хотят переключаться в нужное положение но это не страшно наша суть запуститься что мы в принципе уже по большей частности и сделали сейчас мы уже будем просто приступать к проверке работоспособности всего локомотива не забываем отпускать ручной тормоз так как у нас уже тормоза зарядились вспомогательный работает соответственно надобность в ручном тормозе у нас уже отпадает садимся обратно за пульт машиниста и производим дальнейшие действия нужно выставить настройку для работы локомотива выставляем тормозной ток на 300 и выставляем ток моторов на 400 ампер это как бы такие минимальные настройки для вполне оптимальной езды все будет зависеть какой у вас там профиль все будет зависеть с какой у вас вес поезда грузового так вот этот вл-10к он может вести и пассажирские поезда и может вести грузовые поезда соответственно разные режимы работы соответственно из-за этих разных режимов работы мы можем выставлять разный ток и устав также можно включить здесь система управления автоматической тормоза south которая будет нам подсказывать о приближении к сигналу и соответственно текущую скорость и ближайшие ограничения скорости действующие мы видим что уже давление вполне зарядилось уравнительным их тормозом кистрально остается только проверить самоработу этого распределителя на ступень торможения это хотя бы минимальная проверка при выезде из депо можно устроить полную проверку с завышением давления на 64 ждать ликвидацию зарядного давления там проверить датчик 418 сделать срыв проверить уравнительного поршня сделать 5-минутную ступень торможения с выдержкой чтобы не отпускал ну в общем как бы сделать полную проверку ну зачем долго и слишком заморачиваться вот мы сделали ступень торможения видим что у нас наполнилось давление тормозных цилиндров соответственно не отпускают а значит тормоза работает в принципе это компьютерная игра такой небольшой почему сказать небольшой вполне симулятор железной дороги железнодорожного транспорта здесь не справимся с тормозами это редкость как правило все работает поэтому можно быть уверенным что тормоза у вас есть данная проверка просто чтобы убедиться самому лично что вы запустили все правильно и у вас есть тормоза и у вас есть тяга сейчас дальше мы продолжим приведем локомотив в движении и проверим вспомогательный пламос посмотрим честно шутка приемником сверху принципе уже считает готовы выезжать переходим ко второй части будем следовать из депо и поедем под состав конечно скажу одно что видео под состав это уже будет отдельно пока только мы поедем из депо то есть покажу вам начало движения как собирается здесь позиции как включаются подаем сигнал свисток оповещаем что мы начинаем движение собственно на пульте мы видим вот такие ребят из девяти кнопок мы видим темп шунты плюс-минус p2 p1 сириус параллельное сириусное соединение и 0 собственно управление набором тяги происходит за счет вот этих кнопок сейчас выбираю серьезная за счет кнопки 1 и добавляем позицию но мы пока не поедем потому что у нас реверсивная рукоятка еще не переведена положение куда мы хотим ехать поэтому просто это сейчас показывают пример сборки позиции дабы убедиться что у нас локомотив все правильно запущен и мы будем ехать вставляем ключ реверсивный устанавливаем положение вперед опять же повторяем нажимаем кнопку 1 включаем синхронное добавляем позиции возогнались до 35 километров в час проверили вспомогательные все хорошо локомотив остановился замечательно можем выезжать из депо помимо такой одиночной сборки позиции когда вы сами набираете по одной позиции есть также автоматически набор сейчас впоследствии я вам покажу дальше потихонечку он разгоняется и что перейти на автоматический набор позиции вам всего лишь достаточно когда вы нажали кнопку 1 включили сервис на нажимаете кнопку 2 переход на сервис параллельно и он начинает сам набирать позиции до перехода на сервис параллельно вы можете когда перешли на сервис параллельно откатить на одну позицию назад и пройтись по шутам то есть соответственно 16 позиции сервис на сервисного соединения потом будет 4 шунта и переход на сервис параллельно аналогично для перехода на параллельно вот видите сейчас у меня как раз набирается сервисное сервисное соединение я потихонечку добавляю по одной позиции так как мы пока выезжаем из депо соответственно эта скорость от 15 километров в час до 25 километров в час все зависит где капустам ну вот здесь показывает можете ехать 43 километра в час гасим бдительность кнопочкой z это конечно глупость объяснять народу но то есть но это больше для тех кто вообще не знает об этой игре потихонечку он есть и сейчас как раз попробуем автоматический набор слышите он начинает переключать одну за одной позиции выходя тем самым на следующее соединение тяговых электродвигателей ну и на этом все первых первых частях видео смотрите следующее видео где мы будем менять кабину и соответственно прицепляться к вагонам каким вагонам вы увидите сами ну а здесь я просто немножко решил ускорить все ну и тем более мы поехали по месту где нет контактов спасибо за просмотр если было интересно подписывайтесь это помогает как мотивация выпускать новые ролики новые идеи ну и всех вас жду спасибо что вы были на моем канале с вами был опальный машинист всем удачи и всем пока это не удачи и все и все и 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